Самые громкие премьеры среди российских сериалов апреля 2023 года, вашему вниманию прямо сейчас. Вот наконец-то мы и дождались на этой неделе премьеру сериала «Невские расплата за справедливость». Новые серии начали выходить с 10 апреля в 20 часов по Москве. По сюжету нового сезона, поначалу Павел Семенов находится в СИЗО в ожидании суда, а Белова занимается розыском преступников за вознаграждение. Подполковник Акунько возвращает в полицию Михайлова. Следователи выясняют, что устраненный Сомовым киллер не входил в группу архитекторов. Получается, настоящий убийца все еще на свободе. На моем канале также вышел полный анонс первых 10 серий данного проекта. Если вам интересно, обязательно посмотрите. Ну а мы продолжаем. 10 апреля также канал НТВ порадует еще одним интересным проектом, а именно зрители ожидают выход 20-серийного триллера «Метод Михайлова», который будет выходить сразу после нового сезона сериала «Невский» в 22 часа 10 минут по Москве. В центре сюжета этой истории у нас Максим Михайлов, который возвращается в родной город, курортный Аркадьевск, чтобы помочь матери, у которой подозревают раннюю стадию Альцгеймера. Михайлов устраивается на работу в местную больницу и в первый же рабочий день проходит серьезные испытания. К нему попадает пациентка с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. Михайлов обследует девушку и понимает, что до областной больницы она не доедет, а нейрохирург уволился накануне. Михайлов оперирует сам, несмотря на огромный риск. Операция проходит успешно, но на следующий день под предлогом необходимой реабилитации Софью переводят в областную больницу. Позже Михайлов узнает, что по дороге пациентка скончалась. Он просматривает медкарту девушки и находит среди анализа в ДНК-тест, назначенный для определения совместимости будущего донора и рецепента при трансплантации органов. Михайлов подозревает, что смерть девушки не случайна, и начинает собственное расследование. Тем временем канал «Россия-1» также с 10 апреля порадует зрителей премьерой 12-серийной мелодрамы под названием «Любовь преодолевает все», где в жизнь матери-одиночки Татьяны Ковалевой приходит беда. Накануне школьного выпускного вечера ее единственный сын Саша попадает в аварию и чудом остается жив. Виновник ДТП – племянник прокурора области Сергея Леонова. Однако у семьи прокурора своя версия произошедшего, и они начинают угрожать Татьяне и Саше. Чтобы спрятаться от преследования Леоновых, Татьяна отправляет едва правившегося после аварии Сашу в армию, а сама пытается доказать его невиновность. Добиться справедливости ей помогает новый сосед – участковый Иван Потапов. Однако не все так просто. Героиня много лет хранит тайну, которая вот-вот выйдет наружу. Чтобы защитить себя и своих близких, Татьяне предстоит пройти немало испытаний и снова поверить в любовь, которая способна преодолеть все. Первый канал также с 10 апреля покажет музыкальную биографическую драму из 9 эпизодов под названием «За полчаса до весны». Это совместный российско-белорусский проект, где простой парень из советского Свердловска Володя Мулявин мечтает создать свою группу, не замечая насмешки сверстников и протест матери. Мечта сбывается неожиданно. Благодаря талантливой игре на гитаре, Володя быстро завоевывает популярность среди сослуживцев воинской части в Белоруссии и создает вокальный ансамбль «Песняры», который становится самой популярной советской группой 70-х годов. Но еще один сериал, о котором я не успел рассказать в своих предыдущих подборках, это мелодрама от телеканала «Домашний» из четырех эпизодов под названием «Родные и близкие», по сюжету которого накануне свадьбы Матвей и Ольга попали в аварию и сбили молодую девушку Лену. Отец Матвея берет его вину на себя, чтобы не портить сыну жизнь. Но дальше все разворачивается не так, как планировалось. Это ДТП запускает цепь событий, которые переворачивают жизнь всех участников этого происшествия и не только разлучают Матвея с Ольгой, но и сводят его с Леной. Матвей влюбляется в Лену, а она в него. Но чтобы эта любовь стала счастливой, молодым людям придется разобраться со своим происхождением, а их родителям со своим прошлым. Нравится контент? Помоги каналу выжать! Ссылка на реквизиты в описании. Всем спасибо! Что же, на этом сегодня все. Не забывайте оформлять подписку на канал Горинов Мир Анонсов, если ролик показался вам действительно интересным. Всем благополучия и удачи! Увидимся! Продолжение следует...